Две обоймы по пять боевых патронов в каждый заряд на два огневых рубежа в личные ПМ и готовят до старта, чтобы не тратить время на перезарядку. Первыми зачет сдают женщины. Майор Светлана Дикаева в свои 45 спортивная легенда амурской полиции. Опытная лыжница и легкоатлетка даже представляла при Амурье на всероссийских силовых соревнованиях. В Благовещенске 21 соперницу, каждая из которых младше ее чуть ли не вдвое, щелкала как орехи. Два километра и два огненных рубежа преодолела всего за 9 минут и 38 секунд с отрывом от всех почти в три минуты. Я уже 15 лет служу в органах внутренних дел в Зейском отделе. Это, конечно же, в первую очередь многолетние тренировки, тренировки ежедневные, трудоемкие, в свое личное время. Поэтому, конечно же, готовишься к соревнованиям. Вообще биатлон предполагает лыжную гонку. Зимой на классических лыжах, летом на лыжероллерах. В МВД решили, что по лыжне полицейские должны бегать. Почему у нас-то не роллеры, не лыжи, да? У нас, то есть, полиция все-таки более приспособлена к земле, поэтому у нас бег, как профилирующий вид спорта, бег и стрельба. Мы сочетали это все вместе и получился летний служимый биатлон. Кроме того, в отличие от классического, в спецбиатлоне стреляют не из винтовки, а из личных боевых пистолетов Макарова и судят офицеров и сержантов высшие полицейские чины области. Всего в спецбиатлоне приняли участие 89 человек из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Углегорска и Райчихинска. Эти соревнования давно стали традиционными, проводятся в области в десятый раз. За первые места победители получили кубки и почетные грамоты. Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город».